В развитии теории классического обуславливания Джон Уотсон, Джозеф Уольпе, Мэри Кавер Джонс и Хайнс Айсенг. Я вкратце расскажу об их исследовании. Если Павлов работал с собаками, Уотсон с крысами, Мэри Кавер Джонс с кроликами, Джозеф Уольпе с кошками, а Хайнс Айсенг с людьми. Не знаю, можно ли назвать это действительно эволюцией или нет, но, тем не менее, произошли такие изменения. Джон Уотсон, одно из его ранних исследований, очень важное, мне кажется, для нашей с вами сферы, и он, конечно, доказал принцип, но на самом деле мы берем крысу и мальчику, и он сказал мальчику бояться крысы. Терапии еще на тот момент не было, и мальчик потом с этим жил. То есть он жил вот с этой травмой, страхом крысы, с этой фобией. То есть он, по сути, обусловил возникновение фобии у мальчика. Мэри Кавер Джонс была женщиной, которая не получила того признания, которого она заслуживала, несмотря на огромный вклад, который она внесла. Она первый известный мне человек, который действительно стал вовлекаться в процесс терапии. Она работала с мальчиком, который боялся кроликов. и разработала протокол десенсибилизации. Это означало, что она систематически подвергала этого ребенка экспозиции, работая со страхом кроликов, чтобы он стал в результате способным быть рядом с кроликом и не испытывать страха. Это первый известный мне случай использования поведенческой терапии для того, чтобы сделать что-то хорошее в этом мире. И это сделала женщина. И, возможно, это не совпадение. И именно потому, что она была женщиной, она тогда не получила того признания, которого должна была получить. Поэтому единственное, что мы можем сделать, хотя бы дать ей это признание сейчас. Джозеф Вольпе провел серию серьезных работ по поведенческой терапии. Он работал в Южной Африке, в университете в Южной Африке, потом поехал в Филадельфию и преподавал поведенческую терапию там. И именно там я как раз учился у него и узнал о том, насколько важна систематическая десенсибилизация, экспозиция, как важно ее регулярно делать. И вот многое из поведенческой модели и изначальной теоретической модели о том, когда мы обучаем человека по-новому реагировать на тот или иной стимул. То есть Павлов брал стимул, который вызывал нейтральную реакцию, а потом обучал собак тому, чтобы у них возникала позитивная реакция. А Вольпе, если вы любите кошек, вам вряд ли понравится то, что я скажу. Он сажал кошек в клетку и на одну сторону, с одной стороны, ставил электрошокер. Ну, в его защиту можно сказать, что он оставлял им способ убежать. То есть, в принципе, кошка, у нее была возможность выпрыгнуть из клетки и не подвергаться этому электрошоку. Также можно сказать в его оправдании, что после этого он сажал опять кошек в клетку, но электрошокер не включал. И что он обнаружил, что они все равно испытывали страх. То есть у них появлялось вот это обуславливание, испытывать страх при конфронтации со стимулом, который не представляет для них угрозы. И затем он проводил эту экспозицию, но при этом давал им еще корм. И в результате кошка все-таки оказывалась способна заходить в клетку и не испытывать страха. То есть Джозеф Вольпе, по сути, один из отцов классического обуславливания. И он начал более систематичное исследование этого феномена, систематическое описание, научную работу. И сделал поведенческий подход тем, чем он стал. Несколько лет спустя Ханс Айзенг начал работать с людьми, испытывавшими страхи или имеющими проблемы вроде обсессивно-компульсивного расстройства. И он разработал экспозиционную терапию, которая отличалась от систематической десенсибилизации. То есть при систематической десенсибилизации вы погружаете человека в состояние расслабленности. И затем, используя иерархический подход, вы подвергаете его экспозиции разным стимулам до тех пор, пока человек не научится не испытывать страх, даже при воздействии самого мощного стимула. Ханс Айзенг из Великобритании сказал, нет, нам это все не нужно. Дело не в релаксации. Нам не нужно, чтобы человек расслаблялся. Самое важное в экспозиции и адаптации к ней – это количество времени, которое продолжается экспозиция. И вот так и появилась пролонгированная экспозиция. Пролонгированная экспозиция, где нам уже не нужна такая же иерархия, нам не нужна релаксация заранее. То есть мы начинаем, по сути, где-то на полпути. На самом деле обнаружили, что с любого конца иерархии можно начать. При работе с ОКР, ПТСР, у вас очень часто вообще нет выбора. То есть мы должны сразу начинать с того, что вызывает у человека панику. И Айзенг был первым, кто начал это делать. Кто первым начал делать пролонгированную экспозицию, удерживать человека в этом опыте. И вот так и появилась профилактика реакции. То есть мы проводим экспозицию и подвергаем человека конфронтации с тем, что он больше всего боится, но не даем ему проявлять реакцию страха. Если человек, например, боится микробов и моет руки, что мы делаем? Мы экспозицию делаем. Вы не представляете, сколько раз я ползал по полу ванной комнате, в туалете, трогал унитаз, ходил на рынок, пачкал руки с ними. Когда я работаю с людьми с ОКР, мы идем на рынок, мы беремся за все дверные ручки, идем в ресторанный дворик, не помыв руки, и там что-нибудь едим вместе. Мои пациенты очень удивляются, что я готов все это делать. То есть мы просто не позволяем мыть руки. И вот это профилактика реакции в данном случае при пролонгированной экспозиции. Это классическое обуславливание. Вот с этого начался поведенческий компонент. Обратимся к древним философам, на которых мы чаще всего ссылаемся в когнитивной терапии. Это СОКРАТ. Конечно, вы слышали о сократическом методе. Сократический метод – это то, что мы часто пытаемся использовать. И мне кажется, он очень тесно связан с гуманистическим подходом, когда мы не диктуем человеку, что мы хотим, чтобы он сделал, а работаем, мы сотрудничаем с клиентом. И мы вместе с клиентом проясняем те вещи, которые им нужно понять, на что они надеются, прояснить их цели и так далее. И внизу вы видите портрет изображения Эпиктета, греко-романского философа, который на самом деле был рабом. Когда его перевезли из Греции в Рим, он попал в рабство, и он был рабом несколько лет. Затем, когда он стал вольноотпущенником, он открыл свою школу философии. И именно ему приписывается утверждение, что мужчины, а теперь мы должны говорить и мужчины, и женщины, их беспокоят не сами вещи, но тот взгляд, но их взгляд на вещи. Это довольно стандартный подход для нашей модели. Люди вроде Аарона Бека и Альберта Элиса превратили эти философские предпосылки по сути в психотерапию. Но Эпиктет был первым вообще, кому эта идея пришла. Мы не очень часто говорим с вами о психоанализе, о том влиянии, которое он оказал на КПТ. Но вы же слышали, как Джуди говорила, что Уарен Бек изначально был психоаналитиком. Какая же здесь связь? Я, может быть, здесь немножко о своем личном опыте скажу. Обычно мы немного значения придаем влиянию Зигмунда Фрейда, но тем не менее, когда я был подростком, я читал все, до чего, все книги Фрейда, до каких мог добраться. Мне казалось, что это самое интересное вообще, что есть на свете. И одна из причин этому была то, что мы с Зигмундом Фрейдом интересовались очень интересной вещью, а именно с сексом. Когда я был подростком, это очень было для меня важно. С возрастом и с достижением некоторой зрелости я, как и неофрейдианцы, стал больше интересоваться социальной средой. И Карен Хорни, наверное, тот психоаналитик, который максимально повлиял на Аарона Бека и сформулировал вот эту идею, что для нас очень важно, какие люди нас окружают и какие связи мы с ними выстраиваем. Альфред Адлер, в свою очередь, тоже ориентировался на социальное окружение, на среду. Но он говорил о комплексе неполноценности, что люди делают то, что они делают, потому что у них комплекс неполноценности, и из-за этого им нужно сделать то, что они делают, чтобы чувствовать себя такими же хорошими и равными другим людям. Это было немножко сложновато, мне кажется, и, возможно, слишком узко для того, чтобы распространять такие выводы на всех людей. Но Карен Хорни оказал большое... Оперантное обуславливание. Эдвард Турндайк первым провел эксперименты, которые привели нас к представлениям об оперантном обуславливании. Он тоже работал с кошками, но он не так плохо с ними обращался, как другие исследователи. Он также помещал их в клетку, которую называл проблемным ящиком. Он помещал туда кошку. Кошка могла выбраться из ящика, но для этого ей нужно было что-то предпринять. Если кошка находила путь из ящика, он вознаграждал кошку едой. И вот разница между классическим и оперантным обуславливанием. В классическом кондиционировании мы меняем то, что происходит перед событием. В оперантном обуславливании мы модифицируем то, что происходит после события. Беррис Фредерик Скиннер продолжил эту работу. Он работал с голубями. И мы знаем про ящик Скиннера. Итак, если происходит действие, каков лучший способ заставить человека или животного повторить это действие? Вознаградить их. Это основа оперантного обуславливания. Вы вознаграждаете человека или животного за действия в разных условиях, случайным образом, регулярно. И животное и человек реагируют разными способами. И что мы узнали отсюда? Мы узнали, что если существует подтверждение, то повышается вероятность, что поведение будет воспроизведено. Гуманистическая психология. Карл Роджерс и Абрахам Маслоу. Если вы посмотрите на книгу, о которой говорила Джудит в своем выступлении 1979 года «Когнитивная психотерапия депрессии». «Когда обучают КПТ, обычно говорят…» Тогда в те времена обычно говорили, если хочешь заниматься КПТ, пойди почитай Роджерсы и возвращайся и занимайся КПТ. То есть нужно хорошо обращаться с людьми, но учить как мы лично вас не будем. Абрахам Маслоу создал модель самоактуализации. Она очень связана с тем, какие ожидания есть у людей, какие у них есть ценности, к чему они хотят стремиться в своей жизни и как они актуализируют то видение, которое у них было относительно собственной жизни. Мы также этим пользуемся. Вторая волна КПТ первая волна это классическое оперантное обуславливание. Вторая волна связана с именами Альберта Элиса и Арана Бека. Элис написал несколько работ до Арана Бека. Они работали вместе и обсуждали многие вещи. Это вторая волна КПТ. Основная идея второй волны это то, что наши мысли и наше поведение влияют на наши эмоции и на наше поведение. То есть мысли и эмоции влияют на поведение. Идея об убеждениях и о мыслях и о том, что они что-то значат сами по себе. Это идеи, которые отсутствовали в первой волне. Когда я был студентом, об этом вообще было нельзя разговаривать. И тут появляется Бек и говорит, мысли имеют некоторое значение. они имеют огромное значение. И теперь мы подходим к третьей волне, к терапии принятия ответственности и диалектической поведенческой терапии. Эти идеи были абсолютно новыми. Хотя мне, честно говоря, не кажется, что они абсолютно новые. Мне кажется, что это иначе упакованные старые представления. потому что если вы подумаете о технике mindfulness, я не хочу сказать об этом ничего плохого, я не хочу сказать, что эта методика не работает. Я просто хочу сказать, что она является собой не то, что о ней говорят. Mindfulness это мы признаем, что мысль существует, она у нас есть. и она у нас есть из-за контекста, в котором мы находимся. Не потому, что мы что-то предприняли для того, чтобы ее генерировать. Я это слышала еще в 80-е годы от Джозефа Вольпа. Это не было новой идеей. Это новая упаковка для старой идеи. Я не хочу сказать, что в этом есть что-то плохое. Еще один момент. Mindfulness пришла к нам из буддистской традиции. А в буддизме mindfulness это образ жизни. Это не пятиминутные интервенции в том случае, если у вас возникает проблема. Вы живете осознанной жизнью. И если вы живете осознанной жизнью, эти проблемы у вас просто не возникнут. Марша Линнехан разработала диалектическую поведенческую терапию. Посмотрю-ка я на часы. ДПТ изначально была терапией для пограничного расстройства личности. И затем она распространилась за ее пределы. И при помощи этой терапии можно эффективно работать с клиентами с разными проблемами. Существует исследовательская база, которая поддерживает и подтверждает эффективность ДПТ. И я считаю, что ДПТ можно и стоит использовать определенным образом. Я только скажу об одной вещи, которую третья волна обещала сделать, но не сделала. Она никак не усовершенствовала то, что сделала первая волна и вторая волна. то есть нет на самом деле исследований о том, что третья волна справляется со своей работой лучше, чем первая и вторая волны. То есть я не уверен, что здесь есть какое-то усовершенствование. Следующие два дня я буду проводить семинар по ПТСР. И ПТСР это очень хороший пример всего этого. Мы пытаемся объединить разные теоретические модели и техники, которые с ними связаны. Итак, третья волна подчеркивает контекст и стратегии, основанные на опыте. Стивен Хейс, Маршал Ленихан авторы этих идей, и мы пользуемся этими представлениями. Итак, в настоящее время у нас есть Арон Бек, КПТ, и КПТ основаны на восстановлении, когда мы используем ценности, сильные стороны, положительные стороны личности. У нас есть Стивен Хейс с терапией принятия и ответственности. Клиент принимает, что вещи устроены так, как они устроены, и берет на себя ответственность за лучшую к ним адаптацию. и у нас есть Маршал Ленихан, которая обучает клиента ряду навыков, включая mindfulness и принятие. То есть вот что у нас есть. Ну, вы видите, у нас между этими тремя моделями есть эти широкие черные полосы. То есть у нас нет между ними согласия, нет общения и нет сотрудничества. Я считаю, что это очень неудачная ситуация. Это не очень устойчивая ситуация для нас, как области психотерапии. Эдна Фоа работала в клинике Джозефа Вольпа, когда я там учился, Патриция Рейзик, Анки Эйлерс использует то, что называют когнитивной моделью. И снова мне кажется, что это нехорошо ни для нас, как специалистов, ни для наших пациентов. Когда столяр работает над каким-то проектом, он хочет что-то создать. У него есть пила, есть молоток, есть гвозди, есть дрель. И если нужно использовать молоток, а он берет дрель, в этом нет никакого смысла. мне кажется, что нам нужно начинать с того, чтобы создать общее понимание диагностических параметров. Но еще важнее, чтобы у нас была единая схема оценки и концептуализации, которую мы бы использовали со своими пациентами. И затем мы бы задавали вопросы, какие у нас есть инструменты, при помощи которых мы можем работать с когнитивными искажениями. Какие инструменты помогут клиентам добиться их целей? Какие инструменты помогут клиентам освоить новые копинг-стратегии, чтобы они могли лучше функционировать в своей повседневной жизни? То есть в конечном итоге куда мы движемся? Я надеюсь, что мы продолжим использовать все эти кусочки первой, второй и третьей волны КПТ, но в конечном итоге мы придем к единой психотерапии. И часто, когда я работаю с пациентом, мы занимаемся какой-то его проблемой, встает вопрос, какие есть доказательные техники для работы с этой проблемой. и часто такая техника не одна. Например, когда мы работаем с тревожным расстройством, мы можем использовать релаксацию, можем продолжить экспозицию. то есть нам нужны навыки применения техник. И часто я говорю, мы можем, я могу научиться вас расслабляться, и мы можем заниматься систематической десенсибилизацией, или я могу вас запереть у себя в чулане, и посмотрим, что будет. Что из этого вы предпочитаете? то есть вообще эти решения должны приниматься не на основании того, что мне кажется лучше. Эти решения должны приниматься на основании того, что клиент считает для себя более обещающим. Я очень, я совершенно уверен, я думаю, вы со мной согласитесь, что клиент часто говорит, вы врач, вы мне скажите, что мне делать. И я считаю, что это ошибка с нашей стороны. И в таких случаях я говорю своим клиентам, я признаю, что я кое-что знаю о том, как вести терапию, у меня есть некоторый опыт в проведении терапии, но я абсолютно уверен, что вы клиент главный специалист в области себя. И я абсолютно уверен, что если мы будем работать вместе, и вы будете использовать свои специальные знания о том, что лучше всего подходит вам, а я буду использовать свои специальные знания о том, что есть в КПТ, мы вместе сможем принять решение, что нам делать, и разработать план того, как мы будем это делать. И вот с этим я хочу вас сегодня оставить. Мы должны понимать своих пациентов, нам нужно сотрудничать с ними, нам нужно продолжать работать над совершенствованием знаний и техник, но наши клиенты и пациенты должны быть равными партнерами, и они должны в равной степени участвовать в принятии решений в терапии. И я считаю, что только тогда мы сможем продвинуться на другую сторону всех этих споров о том, какая из волн КПТ более ценная. Первая, вторая, третья, ДПТ, КПТ, потому что действительно важно это то, что имеет больший смысл для нашего пациента. И таким образом у нас будет гораздо более дружелюбная к пользователю, так сказать, модель. мы будем работать в интересах клиента, и это предотвратит наши внутри профессиональные споры. И этому я учу на своих семинарах, и об этом я буду говорить в следующие два дня на семинаре по ПТСР. Большое спасибо за ваше внимание. ЧАНИОМ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПТСР.